Например, можно выбрать на версию 8.3, например, в зависимости от того, в какой ваш бухгалтер работает. И выбрать там денежные средства, зарплаты и все прочее. То есть это какие-то нормативные акты, да? В данном случае это только ответы на вопросы, то, что мы сейчас с вами смотрим. А, то есть я тогда просто посмотрю, какие там люди вопросы задавали и какие ответы там я увидел, да? Да, все верно. То есть, смотрите, у нас как происходит? У нас есть возможность консультации. Здесь наши пользователи задают вопрос, каждый, да, индивидуальный. И когда получают ответ, мы потом этот ответ публикуем. Ну, без названия компании, конечно. То есть вот идет наимпинование, сам вопрос, и вот пошел ответ, например, как в 1С это должно выглядеть, куда надо зайти, куда кликнуть и как должно в идеале получиться. Это если мы говорим про 1С, например. Теперь такой вопрос. А обучение есть в 1С, если какое-нибудь загруженное? Прям загруженного нет, но есть у вас курсы 1С. У вас скидка на него будет, вы можете прям зайти посмотреть, зарегистрироваться, например, приобрести. Очень хороший курс. Вот в личичный кабинет вы когда заходите, тут есть мои вебинары. Здесь, смотрите, в принципе, в вашем комплекте идет 36 тем. Это бесплатные вебинары, которые по вашему комплекту, они на разные темы. Бухгалтерские там и так далее. Регистрацию не отжимаете, проходите, смотрите. Получается сертификат и так далее. Темы в основном идут где-то 3-4 часа, вот так. С разъяснениями и так далее. Если мы регистрируемся на онлайн-темы, там мы можем в прямом эфире задавать вопросы к консультантам. Если это архив, например, то архив вы просто в записи смотрите и слушаете чужие вопросы, кто-то, если что-то будет задавать. Вот, но так как у вас комплект Silver Plus, у вас вот тут вот в доступе еще видеосеминары. Видеосеминары, почему мы их запретили? Потому что когда начался вот этот карантин и так далее, запретили же собираться, ну, большим количеством людей. И семинары спрос как бы потеряли, естественно, поэтому было принято сделать решение видеосеминары. Это те же самые вебинары, также они проходят онлайн, просто они идут как полноценное обучение. В среднем это идет, ну, где-то часов 6, вот так вот, то есть полностью развернутая тема. Вот, например, если вы обратите внимание, вот тут вот есть учет начислений, да, вот по 1С, например. Учет НДС, вот тоже в 1С. И вот у вас идет 8 тем. Вы можете тут выбрать те темы, которые вас интересуют. Опять же, видите, основные средства, например, и так далее. То есть за это вам платить не надо. У вас идет 8 тем. Вы нажимаете регистрацию и слушаете полноценно, обучаетесь, получаете сертификат. Круто. Это, да, это то, что вот у вас по комплекту. Но смотрите, у нас есть еще курсы, вот помните, про платные я говорила. Да, да, да. Курсы 1С, да. И тут есть прям отдельно курс 1С, да. Он идет от новичка до специалиста. То есть вы его можете приобрести, вот они, получается, полностью все темы. Вы можете программу курса посмотреть. То есть здесь уже, конечно, ну, прям вот начиная там от интерфейса, да, и заканчивая как бы вот уже более сложными операциями и так далее. Ну, это уже полноценный курс обучения, который надо будет прям проходить, изучать и так далее. Я предлагаю вам просто ознакомиться с видеосеминарами и вебинарами. Если этого будет недостаточно, то потом вы уже просто приобретете вот этот курс. Понял. Ну, я думаю, что пока что будет достаточно видеосеминаров и вебинаров. Угу. Поэтому смотрите, Артодак, если вам надо будет просмотреть все эти видеозаписи, еще раз напомню, что вот вы заходите в основное меню, выбираете личный кабинет и кликаете вот «Мои вебинары». Принял, ага, все. Да. Ну, и тут уже по тематике выбирайте. Понял, все-таки. Ага, давайте дальше. Теперь смотрите, если мы, например, поискали в системе какой-то ответ на вопрос, там, я не знаю, например, какую-нибудь формочку, вы хотите посмотреть, как она должна заполняться, налоговая, или, в принципе, какие-то там бухгалтерские вопросы, например, расчет зарплаты, да? По-английски, ага. Ой. Вот, к примеру, нажали мы «Найти». Система выдает, как бы, вам список с разными ответами, но ищет совпадение слов и находит много документов, и чтобы вам было попроще, вы отфильтровываете сбоку тип. Например, вы можете выбрать только ответы автора, или только законодательство, или только новости и так далее. Поэтому вот этот фейтер я прям рекомендую использовать. Вам-то будет проще фильтровать и искать нужную информацию. Ммм, ответы автора, да, например, ага, все понял. Да. Вот, но бывает такое, что, к примеру, вы поискали какой-то ответ на вопрос, но не нашли. Угу. Может быть, не задавался такой вопрос. И у вас более такой специфический, индивидуальный вопрос. Но тогда вы идете, вот сюда, в личный кабинет, либо вот здесь, вот видите, в консультации. Разницы нет, и оттуда и оттуда можно зайти и выбрать мои вопросы. Угу. Это уже персональная консультация у наших авторов, то есть у наших аудиторов, там, кадровых специалистов, специалистов в области бухгалтерского, либо налогового учета. Угу. А такое количество, вот оно прописано, у вас 4 телефонных консультации в неделю, 3 текстовые. Угу. А если мы не использовали, если мы не использовали, то на следующую неделю они накапливаются? Нет, наоборот, накапливаться не буду. То есть каждую неделю их будет просто 7. А, все, понял. Если я, допустим, не использовал, они так и остаются на следующий месяц 7. Верно. На неделю. Понял, на следующую неделю. Все, 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 услышала. Да, но если потратите, то они начислятся заново, и опять их будет такое количество. Вот, смотрите, когда вы нажимаете, вот тут задать ваш вопрос специалисту, система предлагает вид консультации, телефонная, либо письменная. Так вот, по телефону заявка, она подается до 3 часов дня, это важно, и в будние дни. Принял. Угу. Вот. То есть ваша задача, подать успех эту консультацию до 3 часов, и сегодня же вам перезванивают, и вас консультируют уже с готовым ответом. Ну, это по ходу дела, если какие-то вопросы будут возникать, вы сможете там, ну, задать. Угу. Вот. А вот письменная консультация, ну, она, как бы, знаете, более развернутая. То есть вот вы можете сюда зайти, успеть подать с 9 до 6, ну, это в будние дни получается, и отправить этот вопрос. Угу. Вы продемонстрируете, потому что выходной день, и нет возможности, чтобы оформить заявку. Там будет небольшой формуляр, который вам надо будет заполнить. Понял. Там вы записываете организационно-правовая форма, номер телефона, и прикрепляете, собственно, имейл, который вам удобно, чтобы, ну, туда приходили обновления. Понял. Так, здесь понятно, да, в принципе, я так думаю, что разобрались. Теперь смотрите, давайте покажу, например, вот есть же ряд законодательств, с которыми вы работаете часто, там, налоговый, трудовой кодекс, законы какие-то. Угу. А ваша задача, вот здесь вот в системе, как бы найти эти нужные документы, там, например, допустим, налоговый кодекс, да, элементарно. Он, видите, с поправками на 30 мая, то есть самый свежий. Угу. Открываем. Любое законодательство, все равно, с которым вы работаете, они всегда открываются эти документы вот в таком формате. Угу. И с левой стороны, вот здесь, есть пательная со значками. Угу. Откуда вы уже сможете не просто там сохранить, распечатать и вот скопировать документы. Угу. А, кстати, вот переводы есть на другие языки, казахский, русский, английский. Угу. Проблемы уже переводить. И, что очень важно, вы можете ставить с помощью этой функции, вот, поставить на контроль. Вы ставите документ на контроль, и если он меняется, туда правительство, например, вносит какие-то поправки, то система вас об этом оповещает. А, ничего себе, классно. Да, то есть и на почту вам придет информация о том, что, допустим, налоговый кодекс поменялся, и в систему вы, когда зайдете, тоже выйдет информационное окно. Угу. Тогда такой вопрос. Смотрите, здесь получается параграф, он не только для бухгалтера, но и для юриста тоже, да? Да, да. Угу. Все понял. То есть, если юрист у меня работает с законодательными актами, он может поставить себе такой на контроль, да, и как бы это вот, понимать, что в законе что-то изменяется, в законе что-то происходит, да, все понял. Причем, знаете, здесь есть еще такая удобная функция, например, вот, налоговый кодекс, да, 30 мая поменялся. Угу. И у меня нет, например, времени сидеть, вот это все вычитывать. Понять, что поменялось, да? Угу. Да. Вот она функция сравнения редакций. Угу. То есть, мне что система предлагает? Она мне предлагает выбрать любую редакцию, ну, например, 21 января, допустим, выберем 20-го. И сравнить вот с маем. Угу. И когда мы делаем сравнительные дакции, система прогружает в режиме двух окон и выделяет цветами, что поменялось. Угу. То есть, вот, например, следующее изменение. Я вижу, что там с 1 января было 36 поправок каких-то. И вот по мере того, как я буду нажимать, мне система будет выводить. Подождите, подождите, вот, допустим, здесь вот с зеленым, это то, что поменялось, правильно? Да. А теперь как мне сравнить, вот, как раньше было и как стало? Это вот это нажать надо? Да, просто почему-то у вас сейчас не прогрузилось целиком. Мы через какой браузер работаем? Хром. Хорошо, ну, давайте сейчас заново запустим, потому что у вас как будто бы взял угол немножко. Сейчас в трудовом кодексе посмотрел. То есть он должен синхронно прямо сделать перенос. А, я понял. То есть он вот так вот идет вниз синхронно, да? И он показывает сразу, чтобы слева направо можно было смотреть. Круто, круто написали. Вообще программисты у вас сильные. Мне нравится. Классно сделали. Как у нас пользователи часто любят говорить, вы нам общую работу оставляете, как, ну, как специалистов. Я говорю, ну, конечно, но мы же помогаем. Классно. А вообще ваша компания, она откуда, как бы, ну, начало? Россия, да? Или Украина? Нет, 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 это наша чисто казахстанская. Наша компания почти 23 года. Наша компания была зарегистрирована как Юринфо, и мы производили только для юристов. Понял. А вот это, в чем разница между договор 24 и вами, допустим? Смотрите, договор 24, давайте я вам сейчас прям покажу. Вот в основном, если мы зайдем, выберем вот по разделам, тут есть формы, это шаблоны. И вот договор 24, они в основном, у них идет направление на шаблоны. Да. На образцы, на документы, на договоры и так далее. Да. В то время, как, например, система параграфов, мы предоставляем полностью все изменения в законодательстве, мы предоставляем консультации, обучение и так далее. То есть, вот разница в основном в этом. Понял. Понял. Ну и потом, говорите, мы-то себя тоже зарекомендовали уже как надежная компания, надежная организация, по причине того, что у нас напрямую заключены договоры с госорганами. То есть, к примеру, если какой-то нормативно-правовый ад меняется, то мы об этом узнаем практически одни из самых первых. Давайте тогда сразу сравним, допустим, вот в микрофинансовой организации, по микрофинансовому законодательству. Какие были изменения с, там, допустим, 1 января по сегодняшний день? В плане... Да, бывает. Это в плане чего? Это в плане законодательства. Я вот, честно говоря, не знаю, это не налоговое, наверное, это какой-то вот гражданский кодекс. А, по-моему, есть... А разве нету закона о микрокредитных организациях? Вот, вот, наверное, там. Вот, допустим, как мне набирать? Вот микро... Вот финансовая организация, да? А они сейчас микрофинансовая сейчас или микрокредитная? Микрофинансовая. Да, давайте. Микрофинансовая организация. Вот оно вышло, можно. Да, вот, микрофинансовые организации. Не обязательно прописывать, там, вот видите, есть правительственные государственные гарантии, финансовая организация, микрофинансовая организация, так, на расстоянии тренировой, так, ну, не совсем. А, по-моему, это закон о микрофинансовых организациях. Да, да. Посмотрим. Они просто поменяли название в законе и, по-моему, сделали, вот, по-моему, микрокредитные стали. Вот, вот он, закон, да. Так, о микрофинансовой деятельности. Не организациях, а о микрофинансовой деятельности, это сейчас называется. Они его переименовались перед... А вот теперь давайте, давайте вот... Теперь вот, допустим, если я хочу сравнить, я вот сюда вот нажимаю, да? Редакция, допустим, 10-го января здесь сравнит редакции, да? Да. Допустим, и вот так вот вниз, тук-тук-тук-тук-тук-тук, иду, вот он синхронно идет со мной. Я вот так вместе, если вот так спускаю, спускаю... Вот, я уже вижу. А вот... Проехал, да, я его? Вот он, да? Вот, вот оно, вот оно. Ага, ага. Сейчас, извиняюсь, я это выключу, чтобы не мешало. Угу. Хорошо. Так, где у нас? Да, вот оно... Все, понял. Ну, вы можете не обязательно листать, вы можете, например, нажать там чисто добавленный, да, вот он вас перенечивает, либо удаленный, если что-то. Вы все видите, одно изменение было с начала года, да? Угу. Понял. Вот, но при желании вы можете выбрать, например, девятнадцатый год, если вы хотите с прошлым годом сравнить. Угу. То есть, редакцию за любой промежуток времени можно выбрать. Угу. Понял. Вот, а вообще, вот, если честно, я бы вам, знаете, что порекомендовала? У нас вот есть вот такой вот календарь бухгалтера. Угу. Он устанавливается вот сюда на панель пуска. Угу. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, скажете, если надо, я вам его сразу поставлю. Давайте сразу поставьте. А, ну, давайте. Угу. Так, сейчас что у меня подвесло немножко. А, вот все, открылось. Угу. А, вот смотрите, получается, вот такой вот календарь, он устанавливается на панель пуска. Угу. Угу. Вот сюда, где время у вас появится, значок параграфа, это такой мини-помощник, мини-параграф, независимо от того, зашли вы на сайт, ввели логин, пароль или нет, все равно будет он запускаться и работать. Угу. И обновляться и так далее. Что очень важно, он напоминает про налоговые отчеты, про статистические отчеты, про вебинары, как раз-таки, которые я вам показывала ранее. Угу. И еще он показывает новости. Угу. Классно. Всплывающее окно, что ли, получается? Да, но он открывается вот так вот, как вот сейчас раскрылся, только утром. Почему мы убрали, потому что бухгалтеры начали жаловаться, что он постоянно маячит и отвлекает от работы. Да, да, да. Поэтому он напоминает о себе только утром, вы его закрываете, и потом в процессе рабочего дня, пожалуйста, вы его можете открыть, в любое для вас удобное время посмотреть. Угу. Сейчас я его установила, секунд 30 пройдет, он обновится, и я покажу, как по нему работать, хорошо? Окей. Давайте еще пару моментов покажу, интересных, которые есть в нашей системе. И, конечно, вам, скорее всего, как руководителю это очень будет полезно, потому что с правой стороны вот здесь есть бизнес-аналитик. Угу. Так вот, бизнес-аналитика – это проверка культура агентов на благонадежность. То есть, например, вы хотите проверить своего поставщика, есть ли у него налоговые задолженности, например, либо состоит ли этот поставщик в каких-то реестрах должников, лжепредприятий и так далее. Угу, круто. И так вот, здесь, да, тут мы можем либо по биллу, либо по наименованию организации ввести, проверить эту информацию, потому что синхронизация идет напрямую с КГД, КОВ и СОСТАТ, КОВ. Угу, классно. Но более-более глубоко и подробно я не смогу пробить, да, допустим, там. К СУД КИЗ он не подключен? Вот здесь, нет, вот тут вот, то есть, он не покажет, но он покажет, например, если по банкротам он состоит, вот такое вот. Да, да. Но если вы хотите посмотреть именно вот, как вот в судебном кабинете, ну, единственное, что я вам могу прямо порекомендовать, у нас есть отдельный продукт, вот здесь, смотрите, сменить систему, судебная база. Угу. Все дела подгружаются туда, и вы можете фиксировать по судебным требованиям, по искусственным заявлениям, например, выбирать, какие дела вам уголовные, административные нужны и так далее. Угу. Вот. И уже проверять компании там. Понятно, понятно. Так, так, так. Ну, Ардат, смотрите, еще такой момент, если какая-то информация по какой-то компании нужна, то есть, например, ну, вот вы же не часто, например, это делаете, да, проверяете организацию? Да. То есть, там, ну, раз в месяц, два раза в месяц вам напишите, ну, функция понадобилась. Вы можете Алёне позвонить, Алёна вам просто эти судебные решения вытащит. Угу. Я, как бы, вам предоставить в виде исключения, я думаю, в этом проблемы никакой не будет. Классно. Ну, вот, как бы, навстречу мы уже так летом пойдем, в таком случае. Супер. Вот. Смотрите, календарик у нас установился. Угу. Вот эти оповещения я сейчас закрою, они при установке несколько раз выходят. И вот здесь вот отсюда я его перетащу сюда. Угу. Два раза кликаем, календарь открывается. Угу. Что мы тут видим? Мы видим разные даты, которые выделены разными цветами. Угу. Все те, которые выделены розовым, это налоговые отчеты. Статистика же, она желтая. И вебинары, они зеленые. Угу. Мы на любую из этих дат можем прям нажать. Вот, например, сегодня 20 число, дата желтая. Это означает, что сегодня статачок. Один CSM и один TS. Если вам, в принципе, это по системе не особо интересно, то вы можете сделать назад и выбрать какую-то другую дату, которая вас более интересует. Угу. Далее. Есть вот такая функция главные новости. Так вот, вот эти новости, они синхронизируются с рассылкой по параграфу и берутся вот отсюда главные финансовые новости, то есть с сайта. Угу. Понял. То есть совсем не обязательно на сайт заходить, сайт их доставать. И можно сделать назад. Тут же он показывает ставки на 20-й год. Вот он весь перечень. Баланс рабочего времени на текущий квартал. И курсы валют по Национальному банку. Верхнекоммерческий Национальный банк. Угу. Классно. Вот. И к слову про новости. Смотрите, это очень важно, потому что вот здесь вот есть важно. Это все то, о чем важно знать бухгалтерам, руководителям и так далее в сфере налогообложения и бухгалтерского учета. То есть это актуальные подборки именно авторских материалов. Угу. Вот. А вот новости, вот, например, сейчас, знаете, да, что сопроводительные транспортные накладные вводят. Угу. Вот. То есть можно вот здесь вот главную новость выбрать. Это тоже подбор информации по СНТ можно почитать. И, в принципе, вот все-все-все новости, которые можно отсюда перейти либо через календарь. Супер. Вот. Ну и такой вот, наверное, заключительный, но немаловажный момент. У нас в этом году мы презентовали новый интерфейс и вообще новый функционал по ЭДО. Как расшифровывается? ЭДО – это электронный документооборот. Угу. А, ну понятно. То есть, с помощью ЭЦП, да, можно подписывать все документы, там, договоры, счета фактуры, акты выполненных работ, там, я не знаю, накладные и так далее. Особенно, опять же, вот в этот период, пока все там на удаленке, это очень прям вот удобно. Понял. Система предоставляет три выбора. То есть, смотрите, войти под учетной записью от параграфа, то есть, если вы входите сюда под своей учетной записью, система вам предлагает отправлять эти документы, получать, отслеживать и хранить. Угу. А вот, если, предположим, вы отправили кому-то договор на подписание, а клиент, к примеру, ну, не пользуется параграфом и ДОТ, да, то они просто заходят вот сюда, через вход по ОЦП, переходят туда и подписывают этот документ. То есть, их система не обязывает приобретать параграф, там, или еще что-то. То есть, в принципе, без проблем можно это делать. Здесь вы можете создать организацию с помощью ОЦП, прикрепить свою организацию, и все, и пробовать уже отправлять документы. А хранилище до 5 гигабайт, оно бесплатное. То есть, вообще, в принципе, сейчас система бесплатная. Дальше, чем мы ее предполагаем перевести на платный режим, то есть, пока мы по ценовой политике особо еще не скорректировались, но до 5 гигабайт будет бесплатное хранилище 100%, а дальше уже там 10-15, в районе где-то 20 тысяч будет. Хорошо. Так что, если интересно, вы прям можете потестить, и я вам могу, кстати, на WhatsApp скинуть подробную инструкцию по ЭДО. Давайте. Потому что сейчас это актуально и очень такая удобная функция. Круто. Да, мне очень нравится. Вот. Так что, потестируйте. Вы здесь, смотрите, с правой стороны внизу есть прям инструкция пользователя. То есть, все то, о чем я вам сейчас рассказывала, в кратком варианте здесь. Все как бы с подписью, естественно, с картинками, вы можете здесь со всем ознакомиться еще раз. Но я все-таки больше за живое общение, поэтому если в ходе работы с параграфом возникнут какие-то вопросы, лучше, конечно, позвоните уже либо мне, у вас есть пока.